Вы разговаривали с Кирсаном Николаевичем по поводу его известного заявления, обращения к президенту Обаме по поводу шахмат. Как бы вы оценили или оценили вот эту вот партию, комбинацию в шахматных терминах? Это Эйншпель, это Цуцванг или может быть какая-нибудь другая комбинация? Ну если в шахматной терминологии, это скорее всего будет, наверное, Митяшпель, потому что он обратился, вы знаете, к президенту США с просьбой предоставить ему гражданство. Он пояснил этот шахмат тем, что чтобы судиться с чиновниками Мельфина США, нужно быть гражданином США, иначе они иски не принимают. То есть он сегодня подал иски, получил от них ответ, что иск примет, а чтобы судиться на равных, надо быть гражданином США. Вот теперь вот эта вся история находится прямо в самой середине. Либо ему дают там, условно говоря, гражданство, и принимают иск, и будет он доказывать свою правоту, в чем он уверен. Либо, значит, если он не гражданин, то иск не принимается. Он сегодня так объяснил вам. Ну вы понимаете, что вообще вот эта вот игра в неграждан Соединенных Штатов, да, то есть весь мир разделен на два лагеря, граждане и неграждане. Мы понимаем, что вот в этом движении, или вот в этом ходе Кирсана Николаевича есть глубокие донья, и эти донья, собственно говоря, прозвучали не случайно накануне выборов в Думу. Тем самым, экс-президент Калмыки показывает, что, собственно говоря, накал политической борьбы, или политическо-смыслового контента давно уже находится вне пределов России. И он, собственно, говорит о том, что мы можем здесь играть в какие-то там фантики, какие-нибудь деревянные игрушки, но судьба решается там, за океаном. И он как раз показывает всю гемеричность, всю хрустальность, ходульность вот той системы, которая, собственно говоря, предвыборная, которая, собственно говоря, ну не собрала сегодня аншлага, то есть она не собрала сегодня симпатии участников. Да, вот как бы вы оценили эту историю с точки зрения глубоких доньев? Ну, сам Александр Николаевич сказал, что он умышленно это все отводит от политики, вот все свои действия, связанные с подачей, там, с отношением к минифирму США, к президенту США. Он сказал, что он вне политики, шахматы вне политики, но как шахматист он сказал, он все свои действия, все своих отводы просчитал, он ведет к тому, что, он даже сказал такую фразу, что я готов сесть на электрический слух, если надо будет, чтобы отдохнуть свой провод, я ни в чем не виновен, я... И те документы, которые ему прислали из департамента, из Минфина США, ну это, говорит, какие-то публикации из газеты Guardian, мои интервью, то есть его интервью. И вот на этом они сделали свои заключения, что он якобы там связан с какими-то террористическими организациями, там, и все такое. То есть можно совершенно четко понимать сейчас, что с точки, как читает слова Кирсан Николаевич, о том, что главное политическое событие выборов, это то, что он назвал ход вне политики. Правильно я понимаю? Да, он ход вне политики, от шахмат отводит, ой, политика от шахмат он разделяет, четко он сказал, говорит, это вне политики шахмат, это мои действия, вне политики, это моя личная позиция, как президент, как я делал, скажу. Ну вы понимаете, что вот сейчас есть фон выборов в Государственную Думу, главный представительный орган, да, и в принципе ни одна из интенций от кандидатов на думские места не приобрела такой звучности, как фраза человека, не участвующего в предвыборной гонке. Мы понимаем, да, что это посвящено предвыборной гонке, и это полностью аннигилирует ее возможные будущие результаты. Или вы по-другому думаете? Нет, я не думаю, что он это связывает как-то с, умышленно связывает там, он не связывает это с выборами, он свои действия рассчитывает так, чтобы доказать свою невиновность, непричастность к тем событиям, которые происходят на ближней войске, в чем в обвинении. Он сказал, что даже на открытии, которые состоятся, на открытии шахмат, это шахмат матча на первенстве мира по шахматам, который откроется в ноябре 10-го, после выборов, ой, в ноябре, 10-го ноября этого года, он пригласил и бывших президентов США, и действующих президентов США. Ответы от некоторых, он сказал, получили, а от других ответов ждем, он сказал, так что... Вы участвовали, вы участвовали в предвыборной гонке, вы участвовали в Праймерис, скажите, как участник Праймерис, какую из программ ныне опубликованных кандидатов в депутаты вам показалась бы наиболее яркой? Честно говоря, я подругу не изучал программу кандидатов и партии. Но в то же время вы хорошо знаете, что сказал Кирсан Олюмдженов. Я знаю, да, что я сказал. Он сказал, что шахматы вне политики сегодня, по крайней мере. Спасибо большое. Также во время работы Генеральной Ассамблеи был рассмотрен на вопрос о проведении манча за звание чемпиона мира, который состоится с 10 по 30 ноября в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки, между Магнусом Карлосом и Сергеем Карельским. Было как бы много вопросов, место проведения, участие членов ФИД, во время проведения моих заседаний руководства ФИД проходили. И я как раз в своем почетном докладе и в речи подчеркнул, почему мы решили в Нью-Йорке провести, почему делегаты Конгресса тоже поддержали мое решение. Хотя вот в связи с санкционными делами, моими стяжбой с Министерством финансов США и СОПАКО, можно было перенести манч за звание чемпиона мира в другую страну. Например, когда на эфире 25 ноября объявили о том, что в санкционном списке, и члены ФИД предложили перенести этот манч. Я сказал, что мы переносить не будем. Там неправильные действия некоторых чиновников Министерства финансов США. Это наоборот, это наш подарок, наш ответ, я все время от ФИД Чемберленова, это наш ответ, ответ ФИД и ответ Всемирной шахматной федерации. Мой ответ как президента ФИД, наоборот, мы туда идем, наоборот, мы будем проводить. Мы хотим именно поднять престиж, имидж шахматной игры, вернуть к этой шахматной горячке. В свое время, когда Бобби Джеймс Фишер стал чемпионом мира, когда он выбрал Бориса Спаскова, хотелось вот эту атмосферу шахматную вернуть. Тем более, много там шахматистов, любителей и некоторые даже вот заволновались. Такие, как Лев Альбург, трехкратный чемпион Соединенных Штатов Америки, возглавлял сборную Соединенных Штатов Америки. Он побежал меня, вот мои тяги, как бы с Минфином. Он написал мне, не обращайте внимания, там, на Минфин, на шахматисты, любители шахматы. Тут шахмат на праздник. Мэр города Нью-Йорка тоже написал хорошее письмо, что спасибо за матч, который будет организовываться. У нас в Нью-Йорке шахматы любят, во многих парках играют в шахматы. И мы тут проводим не просто матч, родни матча. Мы, если проводим олимпиаду, матч, гран-при, мы преследуем еще и другую цель, это популяризация шахмат. Что, ну, девочки, мальчики, чтобы дети начали играть в шахматы, полюбили эту игру. И параллельно с матчем за звание чемпиона мира в Нью-Йорке мы проводим несколько десятков шахматных мероприятий. Это будут и открытые турниры, и детские, и среди ветеранов. Это будет чемпионат и по решению шахматных задач и композиции. Это будут лекции, это будут мастер-классы. Тем более, мы уже определились, где матч будет в центре Нью-Йорка на Манхэттене. Поэтому это ту политику, которую мы проводим, и делегаты Конгресса поддерживают. Ну, вот эти вот основные решения Генеральной Ассамблеи ФИДЭ. Первое, это итоги, что без единого замечания, самая лучшая олимпиада в истории Всемирной шахматной федерации ФИДЭ. Ту планку, которую мы подняли, нужно уже другим организаторам держать. Ну, и два главных события, которые будут в предстоящие годы. Это Канта-Мансийская, Батуми, Всемирная шахматная олимпиада. Руководство Батуми были, флаг приняли. Ну, и то, что обсудили предстоящие матчи на звание чемпиона мира. Ну, и другие там мероприятия, которые будут в ближайшее время проходить. Вот ГИДЭ и ФИДЭ. Василий Михайлович, коллеги, пожалуйста, задавайте Ваши вопросы по микрофон, Вашим испоряжением подходите и озвучивайте темы, которые Вам интересны. Михайлович, были какие-то сложности, помимо того, чтобы Вы выбирали город, и оставились на Нью-Йорке, и дальше что-то решали с политическими? Насколько были какие-то сложности при подготовке матча на звание 4-й век? Ну, никаких нет. Приятно работать как бы с двумя ведущими шахматистами. Это Магнусом Карлсом с его командой, норвежским брасмейстером, и Сергеем Корякиным. То есть Вы знаете, когда чемпионами становятся великие, даст свои условия. Претензии, наверное, поэтому Фидея была на грани развала. В 93-м году чемпион мира Гарри Каспаров ушел из Фидея в Соединенных Штатах Америки, создал параллельную организацию ПССР, профессиональную ассоциацию шахматистов, коронную месту, да, проводил свои чемпионаты и так далее. В этом случае здесь уникальная ситуация, что оба и претенденты, и чемпионы будут как бы на встречу организационному комитету. Матч будет интересен. Первое. В истории Фидея это самый молодой по возрасту состав участников этого матча. И Магнус Карлсон, и Сергей Корякин один на рейке, второй в трубу родился. 90-го года. То есть двоих 25, и сейчас, кажется, исполняется 26 лет, да? То есть они одного года, одногодки. Два Ка, Ка, Карякин, Ка, значит, Карлсон тоже, да? Как-то вот сегодня все время Ка, Ка, Ка. Да, там Каспаров, там Каспаров, Крамник, вот все время у нас на Ка идет. И вот они продолжили эту традицию. Ну, несмотря на то, что после того, как Магнус Карлсон в Сочи два года назад стал чемпионом мира, он заявил, что нужно вернуть обратно не матча в систему, а вернуться к розыгрышу за звание чемпиона мира по накапу в системе. Помните, в свое время мы ввели у 128 сильнейших играет, и потом в конце, как вот Магнус Карлсон тоже принимал участие, он сказал, что это более демократичная структура, это налеты. Интересно, да, Магнус Карлсон стал чемпионом, матч должен быть, он хочет вернуться обратно в нокаут-системе. Чемпионка мира из Китая, Буфань, напротив, мы тоже рассматривали на Генеральной Ассамблее, она внесла официально в Китайской Шахматы Федерации предложение отменить чемпионат мира садких женщин по нокаут-системе, который состоится в феврале следующего года в Тегеране, в Исламской Республике Иран. Чтобы матча была система, вот два чемпиона, которые являются еще членами президентского совета. Но в свое время я сказал в 95-м году, что Федер – это организация не для чемпионов, не только для ведущих шахматистов, но Федер – это организация для всех миллионов игрителей шахматов. Поэтому вот уникальный, самый молодой состав, здесь, как бы, Норвегия и Россия, некоторые средства массовой информации, как бы, возвращаясь к тому периоду, когда Спаски и Фишер, почему-то такое внимание в 1972 году было, как Ярику, потому что Бобби Фишер – олицетворение США, как бы, капиталистической идеологии, да, все, а Борис-Спаски – это Советский Союз, коммунистическая идеология, вот это, или коммунизм, или капитализм, значит, обидет мощный Советский Союз, близкие державы, спутные Соединенные Штаты. Ну, так как сейчас тоже Евросоюз, и, вы знаете, в 2014 году, когда во время проведения Всемирной шахмат-олимпиады в Норвегии, в Тронса, вот перед моими выборами, где моим оппонентом был Гарри Кимчу Каспаров, Норвегия, правительство Норвегии, и Норвегия подписала санкции против Российской Федерации из-за Крыма. Ну, и сразу политика тут как бы вмешалась. Сейчас вот вспоминают вот эти вот аналогии, когда СССР, США, сейчас, значит, Евросоюз со своими санкциями в Соединенные Штаты Америки. И конфликты на земном шаре. Самое горячее сейчас, это вот Сирия, вот сейчас назревает. И где, как бы, так называемая демократия победила, да, вот, за противами, это Бибия. Это вот Трибль. Давайте проведем следующий санкет-лауреат Норвегистской премии мира. Начнем с Дамаски, кстати, я прилетел потом к Башараску, но обсуждали эту тему. Вот, санкет пройдет, первый день пройдет в Дамаске, встретимся с народом, там, с Башарасадом, там, надо, оппозиция пусть придет, да, представляете, лауреаты, да, Джейми Карпов там приедет, Барак Обама, да, ну и другие, Геополецов, Бабай Баба, обсудим и на свык, а? А, Билл Клинтон, кстати, был тоже вот на санкете в Чикаго, да, мы с ним разговаривали все, вот, в Чикаго. И мы дальше перемещаемся из Дамаска, перелетаем, куда хотите, в Бенгази или в Триполи, и там наглядно увидим, как вот то, что весь Евросоюз, да, 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 там все, как вот эта демократия сейчас устанавливается там, есть ли мир или нет. И тогда действительно всему миру, всему человечеству вы покажете, что вы действительно лауреаты Нобелевской племени мира, и Нобел не перевернется там на одном месте, да, вот эти вам деньги, а вы, вот, наоборот, бомбардировщики туда, ну, посылаете. Ну, почему-то там посмеялись одному, думали, ну, ты несерьезно, как я говорю, ну, что это все. Они обсуждают, значит, проводить в Берлине, в Париже, там, сейчас тоже там неспокойно, как-то, да, там где-то там в других, там, в теплых местах. А там за что они борются, давайте, не бойтесь, и поймем. Я приехал, и Бошарасов сказал мне, говорит, пожалуйста, мы все обеспечили, гостиницы и так далее, и приемы. Вот, и здесь вот, отвечая на ваш вопрос, это, ну, это позиция уже других руководителей, я никому не обращался, у меня есть вот линия, правовая линия, я поэтому даю интервью, ну, встречаясь со средствами массовой информации, я хочу это превратить в публичную плоскость такую, да, а вот американская сторона, видно, что они вот как бы убегали, ну, чиновники. Я очень хорошо отношусь в Соединенных Штатах Америки, у меня очень много друзей, там, среди конвескменов, сенаторов, там, артистов с Голливуда, Ричард Гир приезжал ко мне сюда, когда на встречи, там, Чак Норрис в листе был, Стивен Сейгл, ну, много-много артистов, политиков, вообще, многое. И они меня тоже спрашивают, я говорю, ну, смотрите, как вы сами, мне, я хочу своим кейсом, вот этим, своей борьбой или войной, или противостоянием с правительством Соединенных Штатов Америки показать где-то вот, ну, может быть, недоработку и несостоятельность всей санкционной политики Соединенных Штатов Америки и Евросоюза по отношению к отдельным странам или к отдельным личностям или к отдельным компаниям. А то дошло до того, что даже читали, перепутали, у ОТО, одно из месторождений, взяли санкционные списки. Ну, значит, не читают и не изучают вот конкретно дела. Сидят чиновники и хлебают. Есть генеральная линия, значит, давить, душить всех. Но в 21 веке, когда государства обладают ядерным оружием, и прятать на грани ходить, это не повод. И поэтому лауреаты Нобелевского премии мира должны объединиться именно в борьбе за них. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо.